Смотри, Ваня, Ванечка, смотри. Сделай вид, что у нас. Я не знаю, это регресс-наде, что он должен был, правда говоря, не ожидала, что так хорошо сработает. Аня, потребности у нас востоятельно. Будь зара, Ванечка. Будь зара в солнце. Ну что, дорогие друзья, рада приветствовать вас в новом влоге. Хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал, который я достаточно активно веду. И если что, если что, вы знаете, где меня найти. QR-код вот вы видите на экране. Ссылочку я всегда прикрепляю под каждым видео, так что переходите, присоединяйтесь в нашу команду. Ну все, не буду вас отвлекать от просмотра нашего влога. Вот это пока последствия этого урагана. Скоро прямо чуть-чуть. Я думаю, они только сразу начинают. Да, товарищ? И вот маленькие сладки. Вот и ответ. Так, смотри, Ваня, Ванечка, смотри. Смотри, уточка. Нуточка, ты вышла. А вот смотри, Ванюш, маленькие утятки. Маленькие, как ты. Фух, отлично прогулялись. Сейчас сделаем вид, что у нас... Даже это не помогло. Так, ну что, боже мой. От этого лучше не стало. Назад. Назад. Суперка снимает. Так, ну что, дорогие друзья, пока у меня Ванечка спит. Вообще сегодня у нас, я не знаю, это регрессная или что. Он должен был проспать у меня с утра определенное количество времени. Но вместо, там, двух с половиной, трех часов, ну, соответственно, все равно я его подкачиваю. Он проспал 28 минут. Я пришла. Думала, сейчас его подкачаю. А он с открытыми глазами, такими же, что типа я спать не буду. Вот. Вот, поэтому у нас, у меня весь день переигрался. Так что он немножко меня напугал сегодняшней такой историей. В общем, я решила заснять такой небольшой формат вообще попробовать. Я вообще надеюсь, что это видео выйдет на ютубе, потому что сегодня я, к сожалению, не смогла зайти даже с телефона. Причем в пять утра я Ваню кормила, я включаю ютуб там, что-то слушаю просто, знаете, чтобы как бы не заснуть, еще чего-то. Все работало в восемь утра или в девять тоже включала, там, значит, ну, через наушники я слушаю, тоже все работало. А потом, вот еще в двенадцать, нет, пораньше, где-то в одиннадцать я тоже включала, ничего не работает. Вот. Ни компьютер, в смысле ни компьютер, ни телевизор, ни телефон, с VPN, естественно, все заходит. Но, к сожалению, пока что, не знаю, если что, мне Стас поможет подключить VPN к ноутбуку. Вот, потому что я не знаю, как это делать. Потому что видео прошлое я грузила очень долго. Вот. Грустно, печально. Ладно, в общем, попробуем такую рубрику. В общем, я решила делиться своими какими-то покупками с Азона, с Файлберс или еще откуда-то, которые мне понравились, которые мне зашли. Вот, какие-то ссылочки буду оставлять также в описании под видео. Я, в общем, набрала тут целую, так сказать, кучу. Ну, на самом деле, их не так много, а у меня в Тайлике еще много всего. И давайте, наверное, начнем с самого говорительного. Я недолго буду заострять внимание на каждой покупке. В общем, первое, что на удивление мне очень зашло, это вот такой вот складной... Такой вот складной тазик. Ну, я думаю, что, мне кажется, каждая хозяйка о таком знает. Я заказывала несколько вариантов, от одного мне пришлось отказаться, потому что у меня был такой обычный зеленый таз, ну, куда там белье складывала, там развешивать или еще что-то, плюс с ним замачивала. Ну, так как у нас, вы знаете, ремонт был сделан в ванной комнате, и тот таз просто некуда сложить, поэтому мы его отнесли в баню, и я купила у нас замену вот такой вот. Значит, зеленый таз-то у нас был где-то на 12 литров, и я подумала, что 10 литров будет достаточно для такого складного таза. Ну, я искала именно, наверное, такой вот прямоугольный. К сожалению, когда пришел тот таз, он был настолько маленький, то есть вроде 10 литров, а вот такое ощущение, что было вот так вот в половину. Вот, поэтому я от него отказалась и заказала, по-моему, на 15. Если я ошиблась, я здесь напишу, на сколько литров. Я очень довольна, я его складываю около сушилки, ну, за сушилкой. Супер удобная вещь, занимает мало места. Так, раз мы пошли по хозяйственным вещам, давайте продолжим. Так, дальше, вот такая вот моя новая палочка-выручалочка. Вообще, у меня их две, вот. Если честно, я не думала, что такая малышка так может отлично справиться со своей задачей. Итак, это кислородный пятновыводитель фирмы Pink Magic, вот в таком вот стике. Повторюсь, что у меня их два. Вот этот у нас про запас, а вот этим я уже пользуюсь. Вы здесь просто снимаете вот такой вот наклеечек. На самом деле, очень любая вещь. Правда говоря, не ожидала, что так хорошо сработает. Сейчас я вам покажу и расскажу. Также у этого бренда есть другой товар, кислородный очиститель Pink Magic, с более чем 5000-ными отзывами, так что производитель проверен. Так, вот это наш детский стульчик, который нам отдали. Ваня пока в нем еще просто лежит. Вот этот чехол я стирала в машинке. Ну, его и до меня не растирали, и вот что произошло с поролоном. Поэтому вот этот матрасик из эко-кожи я стирать в машинке, конечно, не буду. И изначально тут было вот эти вот два загрязнения, которые, если честно, я ничем могла смыть. Давайте попробуем пятновыводитель Pink Magic. А теперь расскажу и покажу, как легко им пользоваться. Место загрязнения обильно смачиваем горячей водой 50-60 градусов. Наносим пятновыводитель на пятно и трем до образования пены. Я взяла еще губку, чтобы растерять стик до пены. И сам карандаш также рекомендуется периодически смачивать водой. Оставляем на 10-15 минут. И после обработанного участка нужно промыть водой или постирать вещь с порошком. При необходимости можно повторить обработку, увеличив время воздействия карандаша для вещей и температуру. И вот какой отличный результат. Стик реально работает. Данный карандаш Pink Magic очень удобен в использовании. Особенно понравился его небольшой формат и эффективность в использовании. Его с легкостью можно взять с собой в дорогу, в путешествии. А также карандаш хорошо подходит для тех случаев, когда вещь нельзя замочить полностью. К примеру, пятно на шторах, коврах, матрасах, обувь, детские игрушки, салон автомобиля, обивка мебели и так далее. Значит, с какими пятнами он справляется? Это пятна от чая, кофе, жира, йода, губной помады, ржавчины, тонального крема, чернил, шариковые ручки и фломастер на тканях, обуви, обивки, мебели, на напольных покрытиях типа ковролин, в салоне автомобиля и так далее. Ну и теперь я буду очищать свои кроссовки. Предварительно я промыла подошву водой. Сейчас буду пробовать очистить эти пятна с помощью кислородного очистителя, так как водой просто они не очищаются. Все делаю в той же последовательности, смачиваю водой 50-60 градусов и наношу средство до образования пены. Смотрите, для обуви лучше взять губку или щеточку, чтобы образовалась пена. Так будет эффективнее и удобнее. А если это ткань, то после нанесения средства стоит потереть руками для лучшего пенообразования. Грязь отходила, можно сказать, на глазах, но я все же решила оставить, как советуют в инструкции, на 15 минут. И далее смыла теплой водой с тряпочкой. И вот такие чистые кроссовочки. В общем, я на своем личном примере показала, как работает данный кислородный очиститель в действии. Мне очень понравилось, во-первых, этот безопасный состав, экономичный расход, также его универсальность. Также, я считаю, доступная цена. Ну и, конечно же, несомненный плюс в том, что этот карандаш можно использовать для тех вещей, которые неудобно, допустим, застирать или замочить. Как шторы, диван, обивка салона, ну и многое другое о том, о чем я рассказывала. Так что смело могу рекомендовать данный кислородный карандаш к покупке. Я думаю, каждой хозяйке он обязательно пригодится. Оставлю также ссылочку в описании. Переходите и заказывайте. Так, дальше. По поводу памперсов. Я попробовала вот такие вот памперсы. Это моя вторая уже присестная упаковка, раз я их рекомендую. Мне очень понравилась цена, качество, впитываемость. В общем, я до этого рассказывала... Сейчас покажу. Я рассказывала, что мне очень нравились моми. Да, я слышала всю эту историю про плесени в каких-то разных подгузниках. По-моему, моми в них тоже числился. В общем, у меня тут есть остатки. Мне они до сих пор очень нравятся. Но я помню, на Азоне заказала вот эти вот... Я даже не знаю, как они читаются. Австралийские. В общем, смотрите, какой у них симпатичный дизайн. В общем, да, мне они понравились. У данных памперсов получается 15 рублей за штуку. Это очень считается неплохо. Так, о моми сейчас подскажу. Именно подгузники. Потому что трусики пока что, как я говорю, мне не совсем зашли. Значит, если брать 62 штуки, там получается 18 рублей за штуку. Ну, подороже. И мне еще подписчица рекомендовала вот такие вот подгузники. Я их тоже купила. У них, получается, за штуку 14 рублей за штуку. То есть это, получается, 14, 15, 18. Меньше понравились, если честно. Хотя за свои деньги, наверное... Хотя если сравнить, это 15 рублей. Ну, честно говоря, мне вот эти больше понравились. Поэтому они... Вот эти еще, ломи, они как будто бы, знаете, маломерки. Вот по ощущениям. Но они оба тонкие. Оба тонкие. И вот эти все-таки чуть-чуть потолще. Потолще. 6-10 килограмм. Но все равно как будто резиночки остаются. Поэтому мы их допользуем. Все равно хочу поблагодарить всех, кто дает какие-то рекомендации, советы. Аргументированные. Вот. Вот говорю, что попробовала. Ну, честно могу сказать, что если сравнивать с этими, мне, конечно, больше вот эти нравятся. И по впитамости. Но, возможно, остановлюсь на них. Возможно, буду еще что-то пробовать. Не знаю. Я люблю экспериментировать. Вот. А те три упаковки, которые я покупала, такие большие, именно как трусики, они у нас пока на выросли. Потому что они как-то пока что не зашли нам. Вот. Ну, там до 11 килограмм. Поэтому мы их точно еще поносим. Так. С памперсами закончили. Дальше. Значит, мне очень понравилась такая вот пенка. Могу ее тоже смело рекомендовать. Это у нас от Вандерлап. Я вам много рассказывала про данную фирму. Она мне тоже очень нравится. У меня много товаров. И детских, и взрослых есть. Но вот именно пенка я не покупала с рождения. Я в выпуске про детскую комнату, по-моему, и все, что нужно для малыша, я показывала, что от этой фирмы я покупала гель для купания. Пенку, не знаю, то ли я не видела. Ну, в общем, я не купила. И когда я была в роддоме, я в аптеке купила самое обычное средство, ну, для малышей. И, к сожалению, я не помню. Вот у нас было то ли ушастая нелень, то ли солнышко. Не помню. У меня два было каких-то для подмывания. И, к сожалению, не зашли. Я им теперь просто руки мою. Потому что от них прям... Я сначала думала, что может это как-то на памперс, какая-то аллергия или еще что-то. Но, в общем, я поняла, что это именно из-за средства. Хотя я не каждый раз, естественно, мою. Я обычно просто промываю с водой. И только в экстренном случае, конечно, я использую пенку. Ну, вы понимаете, о чем я. И когда я попробовала вот эту пенку, честно говоря, мне зашла. Ну, не мне. То есть я вижу, что реакции никакой нету. Той, которая была. Никаких покраснений, ничего, ничего. В общем, мне понравилось. Так что тоже возьмите себе на заметку для тех, у кого есть дети. В этой рубрике у меня как будто и для хозяек, и для собак, и для детей. В общем, все, что я на сегодняшний день нашла. Дальше. Вот два таких замечательных скрипка. Я думаю, большинство, может быть, видели их в продаже там на Озоне. Это у меня второй. Значит, давно я вам показывала, рассказывала. Мы его потеряли мирно, дружно. И я заказала второй. Когда я заказала второй, я нашла еще вот такой вот силиконовый. Немножко грязненький. Поэтому я издалека буду показывать. Вот, и могу сказать, я вам сейчас записала уже Ветю, покажу вам. В работе, если честно, мне даже понравился больше вот этот. Потому что здесь как будто бы он может как-то травмировать одежду. Потому что он предназначен и как для мебели, и как для одежды. Он такой, знаете, у него такие зубчики, как будто можно ставить затяжку. Поэтому я его... Ну, я изначально его покупала не для одежды, а чтобы, допустим, диван прочистить. Ну, вот не верх, а боковины. Потому что так-то я, конечно же, постоянно пылесушу этим Дальсоном. Дальсона хорошо пылесосит вверх. А вот эти боковушки, они более твердые. Он как-то плохо шерсть вверх. Поэтому я собираю вот эти. Вот, и плюс еще в первую очередь я их покупала, чтобы чистить лежанки. Потому что пылесос также не берет. Потому что она мягкая и, ну, перестает крутиться этот ролик. В общем-то, тоже классная вещь. Если у вас коты, собаки, стоит недорого, там, рублей, там, 140-200, вообще супер. Попробуйте два. Я говорю, что недорого, и получите большое удовольствие. Ну, и в заключение, наверное, все, что вот я все думала, что можно вам показать, порекомендовать покупки, наверное, это, опять-таки, в детскую тему уйдем. Ну, как по-другому. У нас есть и радио, и видео няня. Значит, радио няня, это у нас Филипс Абет, покупали на Авито. По-моему, за 2000 рублей. Супер ей довольна. Я ее использую на улице. То есть, когда ребенок спит в коляске, у меня там все уже подключено, все лежит, поэтому, как бы, не надо ничего переставлять. И видео няня. У нас, если еще ссылка будет действовать, я также оставлю в описании. У нас вот такой вот бэйби, что у нас там? Бэйби монитор, что написано. Дратуйте, дратуйте. Мне он очень нравится. Пользуюсь я каждый день и тем, и тем. Камера от него стоит у нас в детской, ну, не в детской, в спальне. Над кроваткой. Ну, плюс, если ребенок, допустим, я днем пытаюсь уложить его в детской, мне приходится, конечно, это все брать с собой, туда переставлять. Ну, в детской он меньше спит, потому что днем, в основном, спит на улице, а ночью он спит с нами в спальне. Здесь есть и как цветной режим. Ну, в смысле, как бы, если темно, он показывает в черно-белом, если там светло, он в цветном показывает. По качеству все хорошо. Звук можно также передать голосом. Ну, он там будет, допустим, чуть-чуть. Ну, я этим не делаю, я просто прихожу к нему. Плюс тут есть какие-то мелодии. Я, честно говоря, мне не пользовалась. Там какие-то колыбельные, потому что, ну, как бы нам это не пригодилось. Я сама это выбирала, точнее, папа мне сказал, что он хочет что-то подарить. Вот, я сказала, что мне нужны видео-няня, давай я выберу, и ты вот на рождение подаришь. Вот, очень довольна. Супер, значит, зарядки, в принципе, надолго хватает. Также еще можно выключить экран, и он будет также передавать, ну, видимо, чтобы экономить батарею, и он будет работать как радио-няня. Вот, так что вещь классная, я очень довольна. Все, на этом, наверное, все, что я, да, все, что я принесла, я вам рассказала. Если вам такая рубрика зашла, пишите, если мы еще на ютубе с вами встретимся. Вот, так что продолжаем дальше влог. Они в потребностях, они самостоятельно под себя разрабатывают необходимые материалы. Будь здоров, Ванечка. Будь здоров, Солнце. Так, я удивлена, что из-за еды, смотрите, как близко подходит. Седька. Напугался. Напугался. Так, Сэйди подошел, прям носом вот так вот понюхал его. Сэйди, ты такой молодец, потом обошел и урек сзади. Вот один товарищ. Тут второй товарищ. Ванечка, у тебя три няни целых. У-у-у. У-у. Так, у-у-у. Ну, шайчик. У-у-у. Да, Ванюш, ой, какой слоник у тебя, да? И птичка, какие зверята висят. Играю с Ванечкой. Ванечка, скажи, агу. Понятно. Короче, я не поняла. Тут у нас как будто бы прошел дождь, но ровно как-то вот досюда, потому что здесь пол сухой, по коляске можно видно, что тут есть какие-то капли. И вот здесь вот капли. Как-то очень странно прошел вон. И здесь все сухо. Вот я потрогала. Интересно. Ну что, дорогие друзья, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что посмотрели наш влог. Надеюсь, до конца. Вот если до конца вы большие умнички. Пишите обязательно в комментариях, как вам такой формат в плане, если я иногда буду так вот собираться и рассказывать про какие-то свои там, не знаю, находочки. Полезно, не полезно было вам услышать. Так что еще раз благодарю за ваш просмотр. Надеюсь, ваше настроение поднялось. Я вас обнимаю и увидимся, надеюсь, совсем скоро в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok